Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 8 декабря, день Клима Холодного, память папы, римского Климента I, принадлежал к числу 70 апостолов. Почитаем в православии по причине того, что был одним из первых проповедников на русских землях. Начал проповедовать в районе Севастополя. Родился в богатой римской семье. В очень юном возрасте потерял семью во время кораблекрушения. Буря разбросала их. Климент подумал, что его близкие умерли. Стал думать над тем, что происходит после смерти. Так он пришел к Богу. В народе говорили, что наступил Клим Холодный. Считали, что святой Климент приводит с собой суровую зиму. И действительно, погода в это время была суровой. Холод и ветра. Сегодня ходили в церковь, чтобы помолиться святому Клименту. Матери просили у святого защиты для своих детей. Для этого дня имелось несколько предписаний. Например, трудиться сегодня требовалось только натощак. В это время продолжали обмолачивать зерно. И если желудок полный, будет трудно наклониться. А сама еда плохо переварится или будет рвота. Прекрасная рекомендация. Женщины сегодня принимались спрясть. Они сидели у окна, поскольку из-за большого количества снега Света была достаточная. Из дома без надобности старались не выходить. В это время около избы могли быть волки. Особенно опасно было выйти, когда стемнело. Долгие вечера коротали за работой и ремеслами. Верили в так называемых трескунул. Это злые духи. В зимний период, в том числе и сегодня, эти духи носятся по полям и дуют в кулаки. Холодный северный ветер является их дыханием. Трескуны стучат по веткам, стволам деревьев, и от этого слышен треск. Летом они дремлют, а зимой просыпаются и с первым снегом выходят на землю. Эти духи не любят тех, кто на стужу жалуется и могут наказать их болезнями. Поэтому важно всегда сохранять бодрость духа. И тогда мороз наградить крепким здоровьем и красивым румянцем. Приметы. Частенько в этот день наблюдался очень сильный мороз. Это природное явление даже отражено в пословице. Клин морозный в зиму всадил стужи клин. Если сегодня снег идет, лето дождливым будет. Если сегодня в мороз на речном льду видна сверху вода, жди потепление. Большие сугробы на промерзшей земле хорошим урожаю. Сок. Кстати, я не делал тыквенного сока. Как-нибудь надо будет сделать. Да. Пусть исправится эта ошибка. Мы сделаем, значит, тыквенный сок. И ты опробуешь. Нет, подождите. Но я пила, конечно. Он хороший. Тыквенный сок. Как я его не любила в детстве. Значит, это не тот. Это, скорее всего, консервированный был сок. Ну, консервированный был. Но потом мне сказали, что это манго. И вот так вот обманули маленькую девочку. И самое интересное еще, знаете, что за счет того, что вот сырость, сырая тыква способствует тому, сырая тыква – это, смотрите, прежде всего объем. Вы видите, какой объем? О! Да? Что такое старость? Старость – это изменение объема. То есть все сжимается. И когда мы употребляем продукты, которые содержат вот такой примерно объем, они его, хотим мы того или не хотим, добавляют и нам. И причем добавляют, знаете, как в молодом организме. То есть у нас тургор хороший. У нас, знаете, там, где надо, этот объем есть, а там, где не надо, его нету. Вот в чем дело. Вот это очень интересный механизм передачи объема овощей или корнеплода, или фрукта человеку, который его съел. И мне очень хочется узнать детали. И я думаю, что у нас получится это сделать, пока мы будем варить. Смотрите, мы очень, да, мелко порезали, чтобы быстрее сварилось. А теперь вот у меня какой вопрос. Любите ли вы лук, как люблю его я? Согласны ли вы на то, чтобы положить целую луковицу в наш рецепт? Это же опять дело вкуса. Можно половинку? Дело вкуса в чем? Если мы сейчас его укусим, естественно, нам будет неприятно, потому что здесь все эти жгучие вещества находятся, и нам обожжет только рот, и вызовет слезы. Но если мы его отварим, вот эти вселетучие вещества уходят, и здесь остаются сахара, то есть здесь остаются не глюкозы, а углеводы, которые составляют вот эту вот мякоть. Я тоже его режу. Да, вы тоже его режете. Чесночок ты тоже режешь? Чесночок, так как все будет взбиваться, можно и порезать. Можно и так положить. Но лучше немножечко порезать. И вы знаете, я еще вдобавок от Тани, скажу вам по секрету, я его сделаю целебным. За счет того, что я добавлю туда еще проросшие пшеницы, и у нас получится такой суп, что он будет вкусный и невероятно полезнейший. Ну просто невероятно. А мы тоже будем взбивать с пшеницей? А почему бы и нет? Класс. А почему бы и нет? Мы такой микс устроим, что хо-хо-хо-хо-хо. Вот и заканчивается тогда, моя тирада, про то, что крем-суп тыквенный едят по всему миру, и в каждом отдельном географическом регионе существуют свои особенности. Именно тем, что сейчас в целебной кулинарии мы приготовим тыквенный суп по-малаховски, который вы никогда не ели, потому что там находится один очень мощный, секретный ингредиент. Скажите мне, пожалуйста, сколько вы хотите имбиря? Имбиря? Немного? Жгучий? Ну половинку. Половинку. И знаете, я еще хочу сказать, крем-суп, вот как раз Таня говорила о том, что его делают в различных регионах, так, всякий и так далее. Да. У нас в России вы его можете сделать на воде, крем-суп, и он не будет вызывать у вас, что вы поправитесь. Да. Он будет только, знаете, стимулировать перистальтику, ну и прочие-прочие процессы, о которых мы говорили. А вот если вы его зимой сделаете там с молочком, допустим, со сливками, он уже, те люди, которые особенно в пожилом возрасте, худенькие, мерзнут, он будет их упитывать, они будут себя нормально чувствовать. Но полненьким нельзя. И в добавок, добавляя различные специи, это приведет к тому, что мы еще будем разогревать организм в течение зимы и чувствовать себя нормально, потому что многие люди, наступает холода, сляка, сырость, они мерзнут, они не хотят ничего, как бы сказать, вот им ничего не хочется. Как это все вытеснить, как противостоять неблагоприятному воздействию погоды? Да с помощью продуктов. И вот тыква, она везде была. Кстати, тыквенный суп лучше всего есть только в теплом виде. Да. Это самое лучшее. А еще можно капельку масла растительного, какого хочешь. Хочешь, хочешь кучу, но хочешь линейного, хочешь еще какого-нибудь. Знаете, это я этого добыла туда. Потому что хорошее настроение определяет вкус блюда. В кипящую воду. В кипящую воду. Поехали. Все, доводим. Закладываем. Он у нас давно уже был. Да, заложили. Варись наш супчик. Да. На это уйдет у нас на самом деле какое-то время. Какое-то время. И пусть уходит. И пусть уходит. И вы знаете, что не обязательно его варить до полностью, чтобы все там разварилось. Мы его можем до полусырого, чтобы там остались ингредиенты полусырые, содержались биологически активные вещества, каротины все это. И блендер все это размерит. И у нас получится, значит, полусырое блюдо, которое будет невероятно, я думаю, вкусное в добавках. Звучит не очень полусырое блюдо. Давайте другое слово найдем. У нас будет... У нас будет блюдо с сохранением биологически активных веществ внутри. А пока у нас варится, как вы понимаете, время сократилось в варке, самый момент объяснить, что вы имеете в виду? Объем тыквы или там репа, или свекла, или яблока перейдет к человеку, который съест этот... Вот каждый плод, он создает свой объем. Вот здесь вот имеется объем. То есть здесь имеется, смотрите, даже вот эти вот тяжики говорят о том, что здесь имеется некая энергия, можно ее назвать магнитным полем, можно ее назвать, ну, несколько по-другому, но тем не менее, которая создает объем этому предмету, то есть этому продукту. Так вот этот вот объем, хотим мы того или нет, он перейдет в объем и создается объем где-то у нас там. Понимаете? Объем? Правильный, правильный. Или натяжение? Он, вернее, вот поддержит... Сейчас я хочу еще так сказать. Хорошо. У каждого человека своя собственная фигура, которая со временем начинает размываться, терять формы и как бы опадать от процессов просто старения. Так вот, когда мы вот этот объем добавляем, то, что у нас стало более-менее так слабеньким, усиливается, да, и подбородочки исчезают, грудь у нас поднимается, живот, значит, туда, в бедра расширяется и так далее. Кстати, я вот как-то раньше не обращал внимания, а это самое обратил. у многих женщин как-то усыхает почему-то таз, уменьшается. Вроде у нас такая пышненькая была, а потом раз, особенно когда там сгоняют вес эти певцы и так далее, и так далее, так хоп, попа стала маленькая. Придаст попе объем. Далее, смотрите, самая ценная... Есть попа орех в народе, а это будет попа тыква. Двенадцатые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активизирует в сознании человека чувство милосердия и сострадания. Сутки имеют свой символ сердца, который повсеместно связывают с милосердием и состраданием. Считается, что если в этот день не оказывать милосердия и сострадания, то можно самому этого лишиться. Сегодня противопоказано проявлять злобу и ненависть. Не следует отчаиваться и плакать. Наоборот, молитесь, просите, меняйтесь, становитесь иной личностью. Сегодня не следует перенапрягаться, наоборот, ограничьтесь с пешеходными прогулками, с любимым человеком. Питание сегодня жидкое, свежевыжатые соки, отвары трав, фруктовые компоты. Тринадцатые лунные сутки. Дело идет к полнолунию. Приливная волна в океане вновь набирает силу, а в организме усиливается циркуляция всех жидкостных средств, крови, лимфы. Усиливаются и обменные процессы в организме, ведущие к его обновлению и умоложению. Что касается энергетической активности, то есть энергия находится в пищеварительных органах, от работы которых во многом зависит обновление ткани. Чтобы максимально использовать особенности этих суток, ешьте только свежую пищу. Пейте свежие соки, обновляющие кровь, явночные и свекольные. В готовые блюда добавляйте по горсточке проросшей пшеницы. Приветствуются совместные действия, направленные на получение и обмен знаний. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!